Добрый друг, пусть даже незнакомый, постучавшись в друзья и предложив помощь, всегда становится ближе, чем родные люди. Что же такое секта? Секта – это паразит общества. Назови три вещи, которые тебе не нравятся в твоей организации, он ничего не сможет ответить. Здравствуйте, в эфире программа «Градские встречи». Сегодня речь у нас пойдет о сектах. Дело в том, что совсем недавно, во вторую неделю июня, в Рязани была арестована женщина как раз-таки по подозрению в создании секты. Необычна эта ситуация, потому что, по мнению специалистов, это второе обвинение за всю историю современной России по данной статье. Сегодня о сектах мы поговорим с протеереем Арсением Вилковым, председателем миссионерского отдела Рязанской епархии. Здравствуйте. Добрый день. А, наверное, такой самый определяющий вопрос – что же такое секта? Мы с вами сейчас пытаемся затронуть очень широкое понятие, потому что существует большое количество определений термина «секта», и все они, пожалуй, не полные, не отвечают всем качествам организации, которые мы можем назвать сектой. Вообще секта – это религиовический термин, и он означает некую группу, отделившуюся от чего-то, от целого, часть от целого. И таким образом мы под сектами понимаем самые разные движения, которые не являются опасными, не являются криминальными и так далее. Но сегодня закрепилось еще понятие термина «секта» вместе с определением «тоталитарная секта» или «деструктивная секта». Это совсем другие организации, это организации авторитарного характера, целью которых является власть и обогащение, и для этого они используют самые разные средства. То есть, по сути, многие секты – это мошеннические организации, лидеры которых стремятся к абсолютной власти над своими последователями, для этого они создают вокруг себя орел божества, и за счет этого они черпают ресурсы неограниченные. Это и людские ресурсы, это и финансовые потоки, это и контроль определенный, и политическая власть. В общем, желание властвовать, желание на этом зарабатывать, желание как-то себя реализовать в качестве такого властелина мира, присуще очень многим лидерам тех или иных именно деструктивных сект. То есть, секты бывают не только религиозные? Секты бывают не только религиозные, это вообще такие маргинальные группы, очень жесткие по своей структуре, с применением психологического насилия к адептам, с подавлением личности, с контролем сознания. И, конечно, они могут самую разную идеологию вносить. Есть секты, которые основываются на каких-то традиционных религиозных воззрениях, они искажают эти воззрения, представляют вид, делают каких-то благообразных организаций. На самом деле, там настолько все искажено, что очень далеко от традиционной религиозности. Но также в основе может лежать все, что угодно. Это и какие-то медицинские взгляды, и политические направления, и образование, и культурные традиции. Все, что может людей привлечь. Потому что секта, тоталитарная секта стремится предложить некие производные, некий продукт, который будет людям интересен. И за которым люди потянутся, чтобы стать частью этого движения. А есть какие-то признаки, по которым можно сказать, что вот это вот секта, а вот это нет? Тоже достаточно много разных признаков. Один из основных признаков – это отсутствие у адептов критического мышления, критического сознания, что, в общем-то, достигается определенными психологическими методами. То есть, если человек попал именно в секту, то через какое-то время он перестанет мыслить критически о том, что в ней происходит, о том, какое она учение формулирует и так далее. И если мы спросим у такого сектанта, назови три вещи, которые тебе не нравятся в твоей организации, он ничего не сможет ответить. То есть, вот это подавление всякой критики, почему, собственно, с сектантами очень сложно дискутировать. Потому что у них психологически есть заданные, что в моей организации истина, и эта истина не оспаривается никак, а все остальное, весь мир лежит во зле. И, соответственно, если человек хоть немного подвергнет критике на ту информацию, которую ему дают, он уже перестанет мыслить сектантским образом, он уже перестанет быть частью этой системы. И поэтому система удерживает адептов в том, чтобы они ни в коем разе не критиковали, а если ты критикуешь, то тебя ждут очень страшные последствия. Мы говорим о сектах как о каком-то таком тоталитарном месте. Они все, все ли они опасны? Или есть какие-то безовидные секты? Есть ли вообще такой термин, как безовидная секта? Нет, если мы говорим о манипулировании сознанием, о психологическом давлении, конечно, секта опасна. Несомненно. Самая опасная секта – та, в которую попал близкий вам человек. То есть, когда попадает родственник, родной человек в секту, то становится заметно, что он постепенно начинает терять контакт со своими близкими. Потому что задача секты – оторвать его от его окружения. Человек нужен секте. Он будет приносить свою энергию. Он будет приносить свои средства какие-то. Он будет свои силы отдавать. Но если он еще привязан к семье, к друзьям, у него есть другие увлечения, значит, он будет отдаваться не полностью. В секте важно мир человека поделить на черное и белое. Вот все, что было до группы, до встречи с этими людьми, все это было в минус. Все это было плохо, все это было неправильно. Но когда человек пришел сюда, он действительно нашел путь истины, путь правды, путь спасения. Все по-разному это могут объяснять. Но в итоге, если человек действительно испытывал трудности в жизни, а у кого из нас их нет, конфликтные какие-то ситуации, то для него создаются бесконфликтные среда. И он действительно начинает это воспринимать как то, что он нашел настоящих друзей, людей, которые его действительно поняли. И вот эти люди ему объясняют, почему в его жизни все не так. Оказывается, все ему желали зла, и вот только здесь он нашел тех, кто его действительно понял. Как понять, что ваш близкий родственник или друг как раз стал членом секты какой-то? Ну, в общем-то, это достаточно бывает легко. Сложнее понять, какой сектой стал человек-адепт, потому что действительно человек меняется. Меняется его отношение к близким. Я повторюсь, он отдаляется. Отдаляется начинает от близких людей, замыкаться в себя. И его поведение меняется. Меняется его мировоззрение. Он начинает говорить такие вещи, которые для него были несвойственны. Начинает какие-то выдавать религиозные термины, фразы, которые тоже никогда были ему не характерны. Резко меняются увлечения. Человек чем-то увлекался и вдруг заинтересовался совершенно противоположным, что, опять же, ему было несвойственно никогда. То есть, вот это сознание, оно перестраивается. И в любом случае близкие замечают, что происходят какие-то странности. Что-то не то происходит. Может быть, появляется какая-то литература. И в нее можно заглянуть и попытаться понять, о чем идет речь. Бывает, что такой новоначальный сектант пытается вырабовать свою семью, своих близких. Поскольку для него это шанс сохранить с ними связь. А он как человек тоже стремится все-таки с близкими, со своими быть. Тогда обычно многие делают ошибку. Потому что, когда сталкиваются с учением секты, говорят, что это за ерунда. Чем ты вообще увлекся? А может, это секта какая-то? Может, тебя куда втягивают? А в организации ему говорят, что твои близкие будут говорить, что мы секта. Что мы тобой как-то управляем. Но ты же видишь, что это не так. Мы тебя пригласили, ты пришел. Мы нисколько не управляем тобой. Те идеи, которые мы развиваем, ты поддержал сам и так далее. И человек будет действительно понимать, что близкие, они против него играют. И будет еще дальше отдаляться. Не понимая, что на самом деле им просто манипулируют. А как близких вытащить из секта, из зла, в организации? Это очень сложно. Нужно с человеком разговаривать. Есть такое понятие консультации по выходу. Если есть возможность такого человека привести на беседу, на общение. В частности, наш миссионерский отдел этим занимается. То есть шанс, что где-то человек какое-то зернышко заронить, которое рано или поздно аугнется, прорастет. Человек задумается, где он находится, чем он занимается. И зачем ему все это нужно. Но, как правило, люди, попавшие в секту, на контакт не идут. Мы работаем с близкими. Мы стараемся им дать максимальную информацию. Что касается людей из сект, они крайне редко идут на контакт. Проще, если человек не попадает в секту, чем потом его оттуда вытаскивать. Что сделать, чтобы он не попадал? Ну, хотя бы элементарно какую-то информацию знать. О сектах, как они действуют, какие бывают их методы, принципы. Когда есть эта прививка даже базовых знаний, человек уже задумается, если встретиться с такой вербовкой. Сейчас, правда, это стало все очень тонко. Тоньше, чем раньше, потому что раньше вербовщики по улице уходили. И в конечном итоге они набили на москоме. Но вот сейчас человек подойдет, скажет, не хотите Библию изучать. Я думаю, что вряд ли сейчас кто-то откликнется на это предложение. Скорее в грубой форме как-то отзовутся или просто мимо пройдут. Сейчас сектанские вербовщики действуют через интернет. И в интернете мы с вами знаем, что за никами могут скрываться самые разные люди. Но это не всегда знает, к сожалению, наша молодежь. У нас не хватает интернет-грамотности, компьютерной грамотности. И поэтому, когда человеку плохо, молодому, когда его не понимают, когда у него конфликт с родителями, добрый друг, пусть даже незнакомый, постучавшись в друзья и предложив помощь, всегда становится ближе, чем родные люди. И такой человек может очень неплохо манипулировать сознанием, зная определенные приемы психологические, зная человеческую натуру. А определить очень легко по статусам, по нашим, потому что мы на стенах выкладываем, по фотографиям, какое у нас настроение, что с нами происходит. Может быть, мы в депрессии в какой-то, в расстройстве. И здесь предложить помощь. Знаешь, я тоже был в такой ситуации. И я не знал, как я вообще переживу это. Но мне помогли, и я теперь хочу помочь тебе. Ну, как вот не отозваться сердцем? Конечно, завязывается переписка. И дальше все, человек уже на крючке. Но как самому не стать жертвой секты? Как понять, что ты находишься в секте или тебя вербуют в секту? Понять, что ты находишься в секте, уже практически невозможно. Потому что, когда ты еще это понимаешь, ты не находишься в секте, соответственно. Когда вербуют, ну да, если кто-то что-то предлагает, особенно бесплатно, если кто-то чего-то от тебя хочет, всегда надо просто задумываться, о чем идет речь, что это за люди, что за движение, чем оно занимается. Надо вопросы задавать, не бояться задавать вопросы и вникать. Для этого, в общем, нам и голова дана, для этого нам и интернет, собственно, дан. Можно воспользоваться поисковиками и посмотреть, чем реально эта организация занимается, чем она известна и так далее. То есть, если есть какие-то сомнения, в любом случае, лучше всегда перепроверить. Ну и здравые отношения ко всему этому. То есть, не надо сразу во все тяжкие бросаться, что вот куда-то позвали на какую-то тусовку неизвестную, да, и что там будет происходить. Лучше всегда лишний раз поинтересоваться и максимальную информацию получить. Это поможет, ну и повторюсь, конечно, просто элементарные знания о сектах, о том, как они действуют. Секты, у них же есть психологические приемы, бомбардировка любой. То есть, вот это создание бесконфликтной среды. Вот пригласили вас на тусовку. Вы пришли, но вместо того, чтобы просто там со всеми тусоваться, вас каким-то образом просто окружают вниманием. Постоянные внимания, постоянные комплименты. Вы там не смешные анекдоты рассказываете, над ними все смеются, всячески обхаживают. Как хорошо, что вы пришли. Давайте мы вас там чаем угостим, напоим, еще что-то. Понятно, что это естественно в принципе, но здесь это всегда утрировано. И вот это внимание, слишком излишнее внимание, конечно, тоже должно насторожить. Почему вдруг я стал интересен этим людям? Ну и опять же осторожность с тем, что в интернете нам предлагают. Потому что, повторюсь, сейчас многие секты вербуют через интернет. И человеку даже не обязательно в какую-то группу входить. Его просто постепенно на определенное мировоззрение настроят. И он будет здесь реализовывать идеи, секты, которые могут находиться и в другом городе, и даже в другой стране. Ему даже не обязательно очно с ними встречаться. Он может постоянно участвовать в их онлайн-семинарах, в онлайн-встречах, получать какие-то инструкции. Но в результате это уже определенный деструктивный элемент. В общественной жизни здесь, нашего города. Поэтому, конечно, любые идеи надо просто проверять и здраво подходить ко всему. Но вот религиозные секты, чем они опасны? То есть, они ведь базируются на идеях христианства, буддизма и всего остального. Или у них свои идеи? Как вот это работает? Религиозные секты берут какое-то вероучение и его искажают. Искажают в угоду своим собственным интересам. То есть, для них учение традиционное, религиозное – это всего лишь ширма, прикрытие для того, чтобы как-то оправдывать свои действия, свои поступки и так далее. Этим они отличаются, в общем-то, от традиционных религий. Здесь надо еще сказать, что традиционные религии – они культурообразующие. Даже у нас в законе Российской Федерации написано, что православие – культурообразующие религии России. И также мы знаем великолепную культуру ислама, иудейскую культуру, буддистскую культуру. То есть, это более-менее традиционные верования, традиционные религии. Они формируют культуру. Что касается сект, они никакой культуры не формируют, они ее заимствуют. Если мы возьмем с вами постпротестантские секты, те, которые вышли из протестантизма, то они заимствуют культуру как раз протестантизма. Протестантов традиционных – лютеран, кальвинистов, англикан. Если мы берем с вами какие-то псевдовосточные культы, которые на основе индуизма, буддизма построены, то они заимствуют ту традицию восточную. Но если мы говорим, даже вот есть псевдоправославные секты, они тоже у православной церкви берут традицию, культурную традицию. Даже, к сожалению, надо признать, что в церковных магазинах приобретают облачения священнические для своих раскольников или людей, которые никакого отношения не имеют к священному сану. То есть, это постоянное заимствование. Своего у секты ничего нет. Секта – это паразит общества. Ее задача – черпать ресурсы. Она высасывает эти ресурсы и дальше отработанный материал выбрасывает. Антис Арсений, спасибо вам большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова